Продолжение следует... 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 им более приурочены к низкой минерализации и более низкой плаш. Ну вот, как бы, в принципе, все, что вот это по этому маленькому такому докладу, потому что не хочется, ну, останавливается одна проба, да, но мне хотелось бы сейчас чуть-чуть обратить внимание, да, ну, вот эти же виды перечислены, видите, которые указывают как раз на повышенное содержание солей. И я хотела бы немножко, как говорит Тамара Михайловна Михеева иногда, давайте мы немножко обратимся к тому, где у нас чуть-чуть больше есть информации и актуализируем какие-то выводы, которые там были, да, то есть, в общем-то, то, что мы обнаружили в Припятском сейчас на небольшом количестве проб, которые мы брали одновременно в разных водоемах, они достаточно в хорошей мере отражают те выводы, которые были сделаны на гораздо большем количестве проб. Вот на что мне хотелось обратить внимание, да, что даже там одна проба, да, она, в общем-то, экологические параметры водоема, в котором собрана эта проба, она характеризует, да. Ну, сейчас вот, ну, как бы то, что я там сказала, сейчас обратимся здесь. Вот у нас, у меня есть данные довольно двух, с сезонной динамикой хорошей, там двухнедельной, по Березинскому биосферному заповеднику. Озера, идущие вот из этих самых, все, Ольшица, Плавноманец, вот таким образом. Проб довольно много было в каждом озере, и сезонная динамика была практически на каждой, и на каждой из этих точек, да. Методика была, в общем-то, традиционная, да, кислотами мы обрабатывали. В то время, ну, и делили на доминанты, субдоминанты сопутствующие по шкале Натальи Новыми Давыдовой. Так, значит, здесь не буду останавливаться подробно на этих озерах, да. Здесь та же самая идет ситуация, здесь мы можем тоже поставить по градиенту и минерализации, вот оно выделено, да, по градиенту минерализации, от полика к пострежскому, да, по, тут вообще 25 минерализация и больше, и около 250 в полике, и PH максимальной и минимальной величины. И здесь, ну, вот это минимальное значение, видите, в полике 7,1 все-таки опускалось, 5,4, 6,2, ну, такие, ну, как бы, диапазон границы от минимума к максимуму, по сравнению, PH значительно меньше, чем диапазон различий в солености, да, в этих озерах. Так, хотя вот по стрежскому максимуму 6,5 выше не поднималось, но ниже, чем, ниже, вот, эти 5,4 тоже не опускалось, то есть не настолько солено, кислое это озеро. Значит, и всего виды, обнаруженные только в наилке, мы возьмем, вот, 295 видов, так, всего, всего, и по озерам, если мы возьмем, вот, 200 видов таксонов, 70 в пострежском, да, или 82. Если берем общую флору, чуть больше, да, в пострежском где-то 102 или 103 вида, так, и больше здесь, ну, как бы, вот теперь, что хотелось бы мне сравнить и просто предложить внимание. Значит, мы сравнили видовой состав, ну, здесь мы, я показала совмещение с диаграммой по процентным спектрам ведущих семей сходства этих видов. Так, ну, близко расположенные виды, они так, озера, вернее, да, состав флориды по спектрам семейств объединились, но 69,9 все равно все показывают на довольно, то есть по семейственному составу сходство значительное у всех, не будем уже говорить, да, даже в том же пострежском озере. Это больше 52% по родовому спектру. Так, по таксономическому составу мы видим, что уже вот по таксономическому составу, смотрите, уже получается уменьшение, да, то есть увеличение, ну, специфичности, что ли, вот этого более кислого озера, да, с низкой минерализацией. 28,8. Все остальные последовательно примыкают друг к другу. Точно то же самое мы видим, в принципе, по составу доминирующих комплексов. Вот это озеро, вот оно отделяется, отделяется, даёт как бы отдельный кластер. Дендрит нам показывает ещё более чётко, да, выделение именно вот этого озера, да, с низкой минерализацией, с низкой минерализацией. 34, вот, кантин Тужапара, да, и объединение мы можем здесь вот объединить северную группу озёр и отдельно примыкают наш проект, который более высокой минерализацией и должен здесь быть посерединчиком. Так. И мы можем, в принципе, если мы будем использовать один только показатель, да, показатель сходства, говорить вообще об уникальности озера Пастришское, правда, записанное, но оно обладает такими уникальными свойствами. Ну, использование подхода немножко плюс другого, ещё коэффициента включения, да, вот здесь вот выше, по сумке мы показываем коэффициенты включения, и мы видим линиями показаны, на включении более 80%, то есть 60% направление включения в флор. И теперь вот если мы посмотрим, действительно, вот это озеро Пастришское, да, которое 33% было сходства, оно включается, включается во флору Тонжерского озера на 79%, на 74% плавно, большая цена 77%, и даже в то же озеро Полит, которое имеет более высокий, значительный уровень минерализации, этот на 73%. То есть получается, что в этом водоёме, да, не столько, ну, как бы, наблюдается скорее объединение флоры, да, чем её уникальность, хотя уникальность тоже есть. Ну, эти вещи, значит, структура, ну, не будем здесь по отношению к файлу, структура, так, и в структуре диатумовых комплексов по отношению к наилке, да, вот, так, значит, почему я вышла на ПАЖ, а не минерализацию обсуждаю. Тоже вот, я знаю, что не включила сюда слайд, да, когда сравнение, то есть по минерализации очень много видов алкалифилов и индиферентов во всех водоёмах, и они абсолютно оказались непоказательными для того, чтобы дифференцировать и увидеть вот это различие, да. А по отношению к ПАЖ, вот в общей флоре, так, значит, у нас алкалифилы, да, довольно, здесь больше 80, ну, здесь немало, правда, в Пастережском озере. Индиференции, алкалибент, ацидофилы, полики, небольшое количество, если мы берём полный, здесь побольше, да, всё хорошо, нормально, то есть этот показатель прекрасно работает. Ну, мы взяли, воспользовалась я, как бы, рекомендациями или тем, как осуществляет анализ флоры ботаники по сосудистым растениям, да, они очень часто в работах, вот, работы ребристы, выделяют специфичные константные виды. И в связи с тем, что у меня была, вот, как бы, ну, динамика такая сезонная, я выделила эти специфичные константные виды, которые характерны для, ну, попыталась найти специфичные виды для каждого озера. Анализ. Оказалось, что специфичных видов, то есть, ну, надо, это виды, которые встречаются только в одном водоёме, да, других из этих моих, да, то есть это не речь, что вообще где-то. Оказались только в двух озёрах, полик и пастрижской. То есть вот в этих крайних озёрах, для которых характерна минерализация, для одного больше и для другого меньше. Так. И отношения, ну, вот их всего. И тогда мы процент алкалибинных видов поликетом, ну, 3, процент 33. Ну, и сейчас покажу сразу картинки лучше. Здесь всё будет видно, всё на вот этой одной картиночке и видно. Значит, по отношению к ПЭШ очень чётко распределились и ещё больше вычленили, как бы, да, специфику водоёмов, водной массы. Именно вот эти специфичные константные виды, встречающиеся, постоянно, дающие довольно большую численность. Так. Вот если мы возьмём озеро полик, так, вот это вся флора и специфичные константные виды. И пастрижская. Вся флора, специфичные константные виды. То есть во всей флоре, когда мы анализируем, то у нас есть, да, даже в пастрижском представители, имеющие вот такие показатели, как бы, да, отношения к ПЭШ, алкалибинты. А если мы возьмём константные виды, вот оно, ноль, да, нет среди них, да, алкалибинтов. В общей флоре они есть, а здесь нет. Алкалифилы, ну, тоже наблюдается здесь повышение количества алкалифилов в полике, где более высокая ПЭШ, а здесь понижение алкалифилов даже. А ацидофилы здесь тоже чётко мы видим, смотрите, повышение ацидофилы в озере полик, при более высокой ПЭШ, постоянно оно, щелочное, имеется 4% в общей флоре ацидофилов. А среди специфичных константных видов таких нет. И зато среди специфичных константных видов по стрежскому озере 70-25% представляется более высокий. Ну, в общем, хотя в общей флоре их только 22%. Ну, то есть, что я этим самым хотела, ну, сказать, ну, предложить, или там, ну, вот, показать, как бы, такую вот возможность в случае необходимости, что ли, уточнения чего-то, да, вот возможность использования дифференциальных, как бы, ну, константных специфичных видов. То есть виды, которые встречаются постоянно в этом водоёме, да, сейчас дают довольно большую часть, а в других не встречаются. В связи с тем, что экологическое, ну, разнообразие, что ли, видов, ну, широким диапазоном толерантности к условиям среды, оно довольно большое, и для того, чтобы немножко специфику такую увидеть, да, как-то проанализировать, можно это использовать. Вот, вот по одной пробе, да, вот пока что мы, ну, полностью, именно, ну, то есть одна проба взятая и проанализированная в Припятском нашем национальном парке, в этих водоёмах, они, ну, как бы, чётко показали, что есть отличия и по минерализации, то есть что и минерализация даёт тоже различия. Ещё вернусь к одному, почему именно на ПАШе обратила внимание, подробно анализировала в своё время. Ирина Сергеевна Трифонова в своей докторской диссертации сделала вывод из своих многолетних исследований фитопланктонов, что дифференцирующим показателем состава фитопланктонного сообщества является ПАШ. Я, когда смотрела вот эти свои уже до анализа флоры, смотрела на состав водной массы, когда более резко было отличие же не по ПАШ, правда, по минерализации, почти 300 и 25, да, а ПАШ там 5,5, 6,5 и 8, да, ну, в первом этапе была не очень согласна с этим, да, думала, ну, неужели именно ПАШ? И вот поэтому стала внимательно анализировать и со всех сторон, ну, смотрите, правда ли ПАШ. И пришла к выводу, что надо доверять коррехиям, да, учителям наших. Ирина Сергеевна абсолютно права. То есть, ну, мне кажется, что вот эти данные, они подтверждают абсолютно больший такой, ну, показатель ПАШ как дифференцирующий такой для умеренных широт или для северо-запада, ну, то есть вот в тех районах, то есть и в ком, мне кажется, сейчас, что и… Но для этого нужно не разовые исследования, да, чтобы вот с этим как бы согласиться, вот и принять внимание, потому что одномоментный сбор, он, конечно, дает более широкий разброс показателя. Ну, все, извините, может, что… Спасибо. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Анатолий, за доклад. У меня такой вопрос, а вот про эти специфические… Константные виды. Это, по-моему, вы их выделяли на основе… На основе того, что они встречаются… Да, качественный анализ. А вопрос, есть ли какая-то корреляция с их, собственно, ну, там… С количественным развитием. С количественным развитием. Да, потому что как бы встреча одного… Абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому здесь же был еще другой показатель – постоянные, специфичные, константные виды, то есть которые постоянно встречаются. Если они встретились у вас сразу, как бы специфичных видов было, но оно единичное, однажды его нельзя сюда включать. А какие рекомендации, да, какой конкретно, ну, как бы должен быть процент встречаемости, да, этого вида или еще что-то, ну, я вот не помню, даже не могу сейчас вот четко ответить себе на вопрос, но, по-моему, глазомерно, ну, не совсем уж глазомерно, да, но больше, чем 50%. То есть они должны встречаться постоянно, почти во всех пробах. Нет, Аня, то есть я про то, что получается, что они, ну, то, что они постоянно встречаются, непонятно, но они не обязательно будут, например, доминантами при этом. Ага, ну, здесь мы затрагиваем не обязательно доминантами, они могут быть недоминантами, это уже мы сейчас затрагиваем еще вопрос тогда, знаешь, активные виды. Вот рекомендованные в Винь-Юрцевом, да, активные виды. То есть виды, которые, и вот выделение этих активных видов, да, они очень близко перекликаются с этими постоянными константными видами, то есть это виды, которые или образуют большую численность, да, или, там, биомассу, но они встречаются прямо таки, как бы, постоянно, да, хотя бы по какому-то. И другой момент, они могут встречаться, могут не образовывать большой численности, но быть постоянными компонентами этого сообщества на протяжении, там, ну, года, да, в сезонной атмосферте и так далее, они все равно относятся к активным видам. Можно я еще один вопрос, да? Я про первую часть работы, а почему роголисник? Мне кажется, очень неудобно с него... Потому что мы брали именно те виды, которые встречаются и там, и там, и там, и там, чтобы у нас было... А, то есть это то растение, которое мы во всех... Которое во всех этих вот исследованных, мы по возможности брали там, то, что в детстве встречается. Вот, и вот... Да, да, ну, мы, помню, чуть побольше срезали, кисточка, да, с отмыванием, отстаиванием, ну, и так далее, да. Еще вопрос, пожалуйста. Аня, у меня дилетантский вопрос. Вот раньше, я помню, после Чернобыля говорили, что в Припятский район наиболее в Белоруссии пострадал. Чуть южнее. Ну, пусть чуть южнее. Вот вы что-нибудь смотрели, если действительно есть последствия радиации по отношению к диатому, в смысле, оно их радует, оно их не дает, оно на что-то влияет. Я позволю себе... Спасибо большое, Андрей Ильич. Но я, пожалуй, переадресую этот вопрос моей коллеге, Тамаре Александровне, потому что она непосредственно занималась этим... Тамара Александровна. Ну, вот скажите, она просто... Аня, почему спрашиваю, потому что первая часть – Припять, река, город. Да, 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 абсолютно верно. Тамара Александровна, она именно этими вопросами занималась. Я не занималась сама. Насколько я вижу, вот если мы посмотрим так вот... Ой, господи, а что же это я... Не смотрится мне первый, второй слайдик. Вот, где у меня вся Беларусь, да. И вот здесь вот чуть южнее, да, вот у моего парка этого национального, да, вот здесь вот южнее располагается вот этот вот заповедник, именно который сейчас у нас передали его уже в ведение Минприроды, а вообще он был в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Да, это, как же он называется, радиоэкологический, Полесский радиоэкологический заповедник. Туда люди приезжают, работают вахтовым методом, да, там проводятся наблюдения постоянные за всей флорой, фауной и так далее. Ну, вот мой коллега там работает, ну, раньше у нас в университете работал, заолог. Вот, ну, он говорит, что животные чувствуют там себя, ну, просто прекрасно. Он особенно не замечал. Заповедник, куда турист не пускают. Не пускают, но возят иногда сейчас, возят именно так вот, но аккуратно, возят уже, ну, экстремалыш у нас есть везде. Да, но сейчас вот его передали в Минприродой, а так был он отдельно. Ну, Тамара Александровна, пожалуйста. Жанна Анатольевна делегировала мне ответ на вопрос. Да. Вопрос. Я работала в лаборатории гидроэкологии, которая 15 лет занималась именно вопросами миграции радионуклида в озерных экосистемах. Буквально с первых дней после Чернобыля экспедиция была. И дальше там выбрали три модельных озера, которые очень разные были по минерализации, по уровню продуктивности, в общем, по своим лимнологическим, архометрическим характеристикам. Вот в течение где-то 10-12 лет мы, в общем, очень пристально всем этим занимались. Но какие основные итоги? Если вы имеете в виду прямые какие-то воздействия, там, уродства и так далее, что все говорят, какие-то отклонения от нормы развития, еще что-то, ничего подобного зарегистрировано не было. И когда говорить уже шире вообще, а не только о гидробионтах, а говорить вообще о пауне, о флоре, то там, когда закрыли, когда ставили вообще люди, откуда ушли, это наступил рай для, в общем, дикой природы. Она настолько быстро сбросила из себя вообще вот это давление человека, что мы ездили туда все время, в эти закрытые зоны, там, где уже людей вообще не было. Было настолько быстро исчезает цвета земли, вот следы нашей деятельности, что это даже страшно себе представить. А дальше плотность популяции неимоверно росла, очень там, менялась очень сильный состав, там, синотрупные виды, там, мы уходили. В общем, было очень много всего, но в сторону улучшения, скажем так, жизни дикой природы, ну, если можно так вот сказать. Но дело здесь там, наверное, в том, что макромутации не было таких. Макромутации, наверное, были, но они не влияли на жизнеспособность популяции, на устойчивость ее, на устойчивое развитие. И дальше все это как-то само собой иллюминировалось, уходило, и популяция развивалась достаточно устойчиво и хорошо. Но другое дело, что еще один момент был, чем даже здесь же озера, пошло по процессу профирования вот этого антропогенного воздействия. У нас, как мы говорили, улучшались показатели качества воды в этих газах. Вот это тоже было. Но это уже как раз такой пример снятия антропогенного пресса. Вот то, что мы наблюдали, то, что у нас, то, что мы видели за этим, там, 15 лет. Спасибо, товарищ Александровна, выручили меня, я не дилетантски ответила. Если есть еще такие вопросы, что-то обсудить, пожалуйста. Нет больше вопросов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.